В пользу я случаем, я хочу передать передатчику Максиму и Екатерина Ларисе, всем его одетьми. У него четыре, слава Богу, он богословит еще четыре. Я, Симоня, я буду в прямом эфире с вами общаться, но все мои благие пожелания, чтобы у меня у нас сейчас учитель, потому что ни одна церковь не может сделать то, что делают миссия, мы ни одна церковь не можем охватить массу людей, которые делают семью. У нас в ШНЕЛ случится и в бронированной мире, и в домах он к их, и в священнице, и в профессионале. Поэтому я считаю, что вы делаете великое дело, и дай Бог вам здоровья, и партнеров, как молитвенник, так и для вас. Спасибо. Что вы же у вас издавны? Еще, знаете, еще у меня есть одна просьба. Как вас зовут? Отец Борис, фамилируемый Острельский. Отец Борис, можно? Да, можно так, в скобках можно написать Острельский. Как вас представить? Вы... Кому представить? В титрах. Просто отец Борис. Отец Борис, священник села... Священник, село Троицкое, Техасского района. Отец Борис, как я живу в Николаевке, на служение у меня появится. У меня небольшая церковь сельская, у меня так много паства. Но я благодарен Богу за то, что он у меня дает. А через эфиры я забыл, что Симоняну, какому, что он не обещал выслать две книги, и так не выслал. Чтобы Господь Бог побудил, это дело сделает. А адрес у вас само есть. Улица широкая. Тринадцать. Можете написать. Раз. Субтитры подогнал «Симон» 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 Слава, да. Так, я микрофон держу, вы смотрите на меня. И нам нужны ваши впечатления об этой хитрике. Я общаюсь с игроками. Двухчастник. Я помню, что это с Сергеем. Ну, значит, чтобы вы рассказали, что вы можете... Вопрос как-то. Вопроса нет, потому что это обозначенный формат. Что вы просчитаете, нужно сказать, скажите. Хорошо. Мы называем вообще-то инцидент конференции, где Сергей делает восстановку главы, делится историей важными вопросами. Причем, как он видит реформацию православия, какие основные аспекты. В случае нового служения, мы касаемся вопроса антисемитизма. Потому что там действие антисемитизма, там невозможно в настоящей жизни. Поэтому я спрашиваю, что Сергей только касался этого вопроса. Вчера была очень интересная тема о взаимоотношении церкви с церковью, церковью, эпоптизмом. Это такая традиционная проблема, которая была, когда политика и государство пытаются навязывать церкви какие каноны, во что и верить, во что и не верить. Вместо того, чтобы Иисусу Христу учить свою собственную весту, чем является церковь, во что и верить, а во что и не видеть. Поэтому вчера, в основном, это значит, одна. Вчера, в ней еще где-то, да? Вчера, в ней еще где-то, да? Потому что суть конференции, чтобы христиане были зависимы от Иисуса. Потому что христианство придумал Христос, и не придумал никакой политик, и Иисус имеет все авторские права на свою церковь. В этом суть ее реформации. Вот это дело, как это было. В основном, если бы иисус был в один раз. Правда, я очень много. В основном, говорится про реформацию, но на куфальство идет по-другому, что это памятное движение. Реформация, это обычно означает возвращение по-другому. Слово «форма» означает какая-то... Бог создал женщину по форме определенной, да, прекрасной. Если искажение из формы, то реформа, приставка «рит» по латыни в английском языке означает вернуть ту форму, которая была изначальна. То есть, да, по сути, возвращение к евангельскому, апперапостольскому христианству, которое Господь Иисус дал в самом начале, в первом веке, в своей церкви, о чем мы видим в книге Диане? Может, а роман? Да? Ваша киевская пчела. При всем нашем движении. Спасибо, Роман. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok